Добрейшего геройского времени суток на связи антиквар добро пожаловать героев меча и магии 3 где мы продолжаем проходить оригинальные кампании из цикла дыхания смерти в настоящее время проходим кампанию призрак власти представляю вашему вниманию вторую часть прохождения второй же миссии прорыть туннель для тех кто по каким-то причинам пропустил начало прохождения этой миссии переходите по ссылке в правом верхнем углу экрана ну а мы будем продолжать как вы помните в первой серии мы зачистили северную верхнюю часть карты разгромили красного оппонента это был оплот неплохие герои у них были особенно ивр но противопоставить хитрому и коварному сандро они ничего не смогли у нас осталось нижняя часть карты и большая я надеюсь что она будет большая что она окажется большой подземка здесь кстати к нам бежит вот такой вот милый чувачок у фритин милый чувачок что это сленг интересного у сандро прорезался это видимо на фоне его разгромного поражения четверки героев хорошо давайте подготовимся к встрече с этим товарищем для этого мы совершим некоторые подготовительные действия как вы помните мы никуда не торопимся вот совершенно забираем вампиров здесь сейчас мы переместимся к тамике у нее заберем ребятушек вот таким вот образом улучшим это дело все наймем тех кого еще не нанимали и того у нас 53 вампира слушайте на 53 вампира учитывая 11 защиту но это очень солидно я бы сказал в любом случае это очень солидно выглядит хорошо давайте мы отправимся фортун кип наверное зальем ману да все таки пусть она будет полной сейчас у нас какой-то половинный вариант или или через колодец или через колодец мы это сделал завтра ну предположим хотя наверное ничего я от этого не выгодал да от этого маневра ладно не суть не выгодал и не выгодал здесь айслин забирает самоцветы на мельницы на чем будем магию то строить ну почему бы и нет мы можем же попробовать построить эту вот как его зовут элементалий вызов элементалий нам бы пригодился ресурсы позволяют нам больше отстраивать ничего не надо поэтому давайте наверное мы пустимся во все тяжкие здесь тамика побегает пособирает ресурсы даст какую-то разведку кстати защита обратите внимание башня марлета халявная защита на дороге валяется никто не поднимает ну и будем по минимуму ходить я полагаю с опортащими героями что-то там наш потенциальный противник развернулся и сделал ноги не как что-то почувствовал фреттин но ты же главный герой оплота ты чё ты чё бежишь давай дружить до 50 эльфов эльфы не улучшены ладно враг бежал до следует помнить что эти враги могут бежать а может нам вообще сыграть через антимагию нужно ли нам это просто насколько он страшен в плане кастование каких-то заклинаний ну ледяная молния да он сейчас так быстро сольет все то есть мы об каких-нибудь деревьях то очень недурно будем восстанавливаться от эльфов все убежали ну и хорошо мы не возражаем один эльф выжил прекрасно прекрасно будет ледяная молния будет куда же без нее она у него слабенькая тут 32 мужика про подбежала в лупила так что что мало не показалось эхо дендроид не дошел а конник а конник дошел сколько было 53 до но наверное в уголок мы заходим да там стоим 52 практически отличились отличный выбор заклинания слушаю фритин ты просто просто сейчас сделал что-то страшное так ну ладно в общем понятно здесь уже здесь уже ничего фритину не спасти здесь уже у него только одна дорога так и весь вопрос заключается в том кто будет бить на следующем после единорога да кто ворвется в нас можно сыграть через выйдь на самом деле пегаса прилетели можем кстати кентавров чуть-чуть поуменьшить а можем кстати еще знаете что сделать и мы уже можем еще попробовать победить так чтобы он не ушел ну хотя по прокачке других героев артов тут скорее всего нету у фритина скорее всего это просто его кач который дали ему сначала миссии но плюс какие-нибудь посещения каких-нибудь повышалок да возможно вряд ли тут есть что-то еще в общем он убегает до пиханули бы нам я чувствую навигацию с чем-нибудь если мы на том уровне не взяли воду ну не факт что здесь была бы конечно навигация то есть это я так то есть это было бы довольно таки случайно и рандомно скелетов убирать или нет 53 скелета немало наверно убирать они нас замедляют хочется все равно бегать побыстрее я думаю что у нас и так не должно тут быть сложностей каких-то прям видимых да с тем чтобы все сделать что нам нужно на этой карте так ну здесь все мы а ну может вот сюда на юг разведка еще пойдет я хотел сказать что наша разведка закончилась фактически не начавшись кристаллов не хватает мы знаем как это лечить кстати говоря нехватку кристаллов лечится строительством вот таких штук и переизбыток денег лечится строительством точно таких же штук до поставили пару хранилищ ресурсов и уже порядок уже нет ощущения что у нас слишком много ресурсов так а что на морозовый не даст до спокойно покопаться под землей но мы можем на самом деле сделать вот так мой красота какая чуть подкачаться прыгнуть в дарк тернал здесь вообще посмотреть где тут кто тут четыре города четыре героя и к нам бежит кстати говоря и нова которая самая сильная до которую нам показывали то есть по идее это главный герой оппонента да ну вот есть у нее небольшая проблема по части магических умений так то все хорошо но но вот по части магии конечно не слишком она развита и опять же мы видим что мана у нее кончилась даже то что она могла делать со своими скромными магическими ресурсами делать она не может ладно не хочется мне выкруживать тут как-то пытаться кидать за ослепление чтобы вот у меня понимаете чтобы никто не убежал кто убежит тот молодец хочу вам скажу кто не убежит тот не убежит вот и все так гномик ничего наваливает да с 9 атаки очень недурно ой как удачка заходит вовремя о как же это было больно для иного и еще раз удача у тебя один листик клевера ты чё так размахался то или попробуйте ее убить чтобы она не убежала ну-ка ты стой ты иди сюда так ну-ка не хватает немножко да но так зато хватит и вот так я был не прав когда я говорил что тут скорее всего без артов но у нее статы были повыше поэтому у нее то все красиво у нас адский меч нет меч адского пламени дащит проклятых красиво еще шлем станинской ярости чё там как нагрудник называется постоянно забываем как называется нагрудник так я предлагаю залезть под землю сейчас из дарк луда мы опять же и скелетов тут тогда скинем все-таки 83 костяных война я уже не раз выражал свое восхищение на тему того как в соде фармятся скелеты это просто конечно чудо так на немалечки вампиров неплохо еще плюс характеристики так кстати надо забрать наверно сразу защиту сразу не знаю что наверное наверное знание да чтобы было побольше у нас 10 10 же будет 10 11 может тогда там остаться там и заночевать надо поставить будет там гильдию магии по-моему у нас тут да нету мы не строили чтобы ману залить так ну и с отстройкой заклинаний мы не торопимся опа опа здравствуй здравствуй аерис вампиров где-то взял посмотреть на нем смотрите каков наглец а мы так вот так и вот так не понял сейчас тут мне не понравилось давай ка без баловства без всякого но тут у него видите у него тут куча не кровавойска которые об которых вампиры то не пополняются да не отъедаются и поэтому поэтому он нас типы и побеждает в этом смысле очень занятна он выбирает магию для использования ничего не скажешь прям огонь так ладно давайте мы некро воинов и будем устанавливать но с живыми потом уж как-нибудь разберемся да вот так а живые убежали живые подумали так мертвые разобрались между собой вывели чемпионы пойдем ка мы отсюда от греха и пошли сказано сделано что называется так опять мы потратили на это время мне розовый даст под землей так сказать посидеть по это по побродить посмотреть что там к чему или нет так вот сможем мы прыгнуть у нас сколько там муфойнтов хватает до дарклуда до дарклуда один пожалуйста хватает хорошо доехали 57 стала вампиров это прекрасно так тамика может бежать дальше что-то смотреть или нет нет не может тут у нас королевы медузы и и не пропустят ну значит просто оставляем ее на вампирники правильно да как то так здесь у нас 160 мана какая же красота да напади уже на них что ты шо с тобой не так ученый кстати говоря жертве нас обучает но будем жертвовать непонятно куда бежать если честно опа это я удачно прыгнул это я прыгнул что называется куда нужно ну сразу же берем сколько до 20 существ то есть это маленькая это единичка или двоечка так что ли получается это двоечка ну такое да сфера запрещения плащат отречения вот это вот все в общем корона полезно и остальное все конечно остальное все так себе убираем вот это вот третьего уровня и выше это нам такого не надо ну играли бы мы против магов это было интересно но мы играем против видимо еще одного оплота поэтому нам как бы все равно денег у нас 7 6000 так внимание осторожно сейчас можно можно расстроиться можно миссию внезапно прекратить до раньше времени 10 тысяч нам идет но опять же мы можем мы же понимаем как это дело можно инвестировать до удачно вот так вот раз ну и все можно даже даже вот так вот сделать так вот так сделаем вот вот так вот сделаем сразу стало легче так из-под земли мы уходить не торопимся единственное что для экономии маны прыгать туда-сюда на д.д. не стоит как-то можно и поскромнее в этом смысле выступить ученый палач ученый палач ну такое такой еще ученый может быть ты что нить интересного нам тут принесешь плюс защита ну и дальше наверно своими ножками сандро думаю так итак первая вышка пятого уровня взрыв ну взрыва у нас тоже не было вышку увидите второй уровень прекрасный волшебный я бы сказал просто замечательный можно оставить ну как будто у нас кто-то спросил да и собрался нам тут что-то не оставлять опа а вы кто ты кто такой 2049 черных пойдем нет не хотим посмотрим как это выглядит ну и тут видите их тут не немного ну и мы просто стоим вот в одном вот вот так да мы стоим и все то есть никуда не перелетаем а но это надолго да это просто будет надолго то есть ничего страшного но будет надолго давайте мы дадим щиточек и и вот так будет проведем почему предлагает отступить если он выносит в итоге без потерь непонятно так эксперт воды все да мы докачались до 16 уровня в следующей миссии нам таки чем какой-нибудь вторичный навык сразу в случае там может быть сучат простите за не слишком благослучное звучание слова но это от милого детского мультика когда где подарок сразу вручат а может быть вручат но тут вторичный навык скорее всего именно в сучат они вручат так что не знаю что может быть красиво орлиный глаз навигация да что может быть что то более красиво чем это чем это связка обучение тоже неплохо да здесь у нас просто провидец давайте полюбопытствуем я смотритель туннеля я должен сообщить вам о непредвиденной задержке туннель обвалился и нам немедленно нужно 200 единиц дерева чтобы восстановить главный коридор со мной прибыли подводы торопитесь я не знаю долго ли продержится оставшаяся часть туннеля если мы не построим дополнительные подпорки а я могу прямо здесь и сейчас не отходя наменять 200 дерево да вряд ли да вряд ли я смогу наменять вопрос деньги я все потратил но вот сколько у меня во первых везде ли есть рынки давайте так тут есть тут ну тут везде есть вот тут рынка нет да 24 но нет маловато давайте мы давайте мы даже купим 200 200 интересно солидная такая да сумма количество дерева которое нам предлагается принести ладно убежали дальше мы сюда еще обязательно вернемся ну любопытно же посмотреть щит короля гнолов у нас чуть-чуть получше точек чуть-чуть самую малость опыт больше не идет конечно опыт не идет ой 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 основная удача а можно я загружусь 2 1 2 основная удача мне удача как то вот что там построить туннель или выкоп вырыть туннель как это называлось прорыть туннель ну просто удача это как то совсем как то совсем ну щиточек забираем прям повторяем ровно как мы его делали к ученому не идем по понятным причинам просто едем дальше деревьяхи можно и подбирать кстати говоря да все таки нам надо набрать 200 дерева сами собой они с неба не упадут о бежит паренек да ну конечно когда ты бежишь на изрядном количестве вампиров лордов это это очень упрощает задачу преодоления мобов любого уровня так розовый кстати хочет нам что то сказать может быть заняться розовым уже ну просто он сейчас будет мешаться у фритина кстати они себе забрали а у нас кстати тут была неделя даже популяция же ж была ага а я там заработался знаете так мы че сюда мы вернем не вернемся если то и не вернемся я на самом деле уже даже качать сандро ну мы видим что ну вроде да вроде у врагов крутая армия ну круто че но тут просто приходит сандро ему все равно какая там армия у врагов здесь кстати давайте мы тоже а мы тут не улучшим нам нужно ага для улучшения сделать еще некоторые операции да произвести ладно упретим но че тени и мёта хотите ли вы отступить 70 мужиков маны правда нет да ясно ясно дружочек наверное вот так мы делаем в любом случае ну и я плохо представляю что он тут должен делать чтобы он меня победил ну то есть мы просто не ввязываемся в битву сразу со всеми да вот так аккуратненько делаем да и все понятно что сейчас еще подбегут подлетят ну неплохо кентавры вложились вот так мы можем немножко эльфов тут уменьшить количество да да не добежал но прими мои искренние соболезнования чё то скажу кто еще дандроид дойдет или все дойдут все дойдут уууууууууууууууууу а мы кстати же отсюда теперь не улетаем только 67 было да ну что тут скажешь можно и подраться по-моему так не убавить не прибавить можно и подраться дандроиды конечно жесткие но тут этих еще на самом деле много до ребят ладно бьем ну проблема компа в том что мы как бы с удара отъедаемся их становится все меньше меньше и меньше с каждым ударом и меньше и меньше то есть ему бы как бы убегать но он как бы гордый но одна маленькая и гордая птичка сказала лично я полечу прямо на солнце ну маленькую гордую птичку мы конечно спасем но насчет у фритина я не обещаю что у нас получится это сделать так убегает но это было очевидно да что он будет сейчас бежать прыгаем в dark turn out давайте наверное мы действительно разберемся с розовым что-то его как-то стало много он что-то какой-то активный вот он что-то бегает что-то хочет поэтому с розовым покончим и потом спокойно сдадим квест то есть я не думаю что если мы дадим ему еще какое-то время это как-то скажется на том что но он окажет нам большее сопротивление скорее нет чем да понимаю понимаю тебя или шарчик ладно я даже знаю как ты это сделаешь и слушайте нельзя же в него стрелять ничем да потому что он сейчас как зарезистит этот гномик и все сорок процентов резиста но вот против лома как говорится нет приема беги дружочек а там восьмой спал пауэр если что может создать нам некоторые сложности так смотрим один город прям рядом но ты поскакали вот и поскакали городочек то причем наш фамильный можно сказать так я даже томик угонять уже не хочу что-то там собирать выяснять но в плане вампиров скупать так здесь бы как-нибудь подраться чисто отъедаться не об кого но это по идее не проблема же да то что отъедаться не об кого ну все сейчас воскрешаемся заливаем здесь ману едем дальше но в общем после первой миссии которая была довольно таки напряженной 2 конечно уже но с другой стороны если не бежать прям по врагу если все вот тут исследовать спокойно что-то еще может быть конечно и были бы какие-то варианты но я что-то есть честно не склонен так думать что были бы какие-то варианты скорее всего все равно мы бы очень просто очень просто мы бы победили так сколько 54 сейчас нас 200 уже дерево то будет ману залью и там спокойно уже поедем у нас деревяки под тыривают конечно нашу спадел че от них еще ждать так города все здесь ну и погнали вампиры на месте горный массив что ли горная гряда который мы не можем преодолеть их того портальчик смотрим куда в еще одну часть подземного мира аэрис через нее через эту дверь и пролез плюс сп плюс защита гильдию тут решили мне помочь построить дадут мне элементалит сегодня или чего призыв элементалит дадут нет дадут волшебное зеркало спасибо большое очень любезных вова смотрите как они как они бегут сейчас лишу вас городов когда-то мы и посмотрим так вот города герой сидит в городе и вон внизу еще опять же не знаю зачем это сделал так скорее по привычке вижу золотой рудник с которым рядом я остановился и решаюсь напасть так гимну слушать тут дракона уже давно потихонечку пошли а враг бы это она стояла прям уж ты но она вроде как просто убегала но давайте мы подстрахуемся если она передумает хоть молнии даст у нас будет не очень приятно а почему она в прошлый раз убегала ну так давайте тогда ее победим чтобы жизнь медом то не казалось да зачем ей от нас сбегать думаю незачем так и тут кто-то еще сидит герой или просто не ну герой понятно а тут или шар сидит или шар армия посерьезнее прямо скажем а взрыв то я себе если что выучил или нет 200 маны мне кажется мне тоже имеет смысл дать антимагию да то есть я неплохо должен отъедаться тут эльфов нет 140 гномов неплохо солидно 140 мужиков то так здесь наверно вот сюда пусть бегают за мной сколько было 70 не помню сколько было сейчас посмотрим 77 до но мы хорошо восстанавливаем себе здесь здоровье эти отряды уже маленькие тут уже они урон не наносит да они сейчас сломают катапульту но а толку то сломают катапульту и что тоже побежал катапульту ломать ясно ну то есть с башнями вот с этими до которые у врага есть риска того что мы кого-то потеряем здесь как бы имеет место быть но я бы сказал что он не очень большой у у тебя какое колдунство то есть или шар у тебя воскрешение вот это вот все но катапульту таки доломали да собрались супостаты но это тогда рискует затянуться что я могу сказать тогда это рискует затянуться ну ка вот а то что тушь совсем мы приборзели я бы сказал гномы побежали до последний серьезный стэк но который минут семь вампиров не сделал действительно стэк серьезно будет воскрешать он кого-нибудь или какая сейчас у него будет стратегия в изменившихся обстоятельствах в обстоятельствах когда его войска тает как снег под жаркими да еще не жаркими на самом деле довольно таки робкими где-то даже деликатными лучами весеннего солнца ну в общем ясно просто это бой который нужно пройти до который нужно прожить куча ману или шара но мы убиваем больше чем он успевает воскрешать он воскрешает одно создание соответственно мы наносим два удара и вот эти его усилия они пропадают в туне один гномик выжил хорош тебе прям один ну что это такое некрасиво с твоей стороны вот вот спасибо дракону ой дракон какой-то клевый были у нас проблем кида небольшие гномик выжил но дракон все сделал хорошо и правильно у нас все антимагия висит до которая у нас была мол нет проблем ладно давайте заканчивать это мероприятие с вами было интересно и весело но всему есть разумный предел двести двенадцать скелетов неплохо что же вы нигде пятый уровень ты не достраиваете бедолаги так чё нам не хватает не хватает глядите говорят серы не хватает тебе обалдеть ладно а мы так обычно вот когда ты строишь вышку на пятом уровне это вот там почти железобетонно у тебя будут элементаре но вот гадалки них один но не в этом случае в этом случае элементаре у нас нету не то что железобетонно никак у нас их нету так ну слушайте давайте-ка я запишусь на предмет того а не прекратится ли игра если мы убьем всех врагов то есть хочется все таки наверное там и карту еще чуть пооткрыть да так вот здесь наверно хочется вампиров не терять что мы с удовольствием и проделаем так а хижины ведьм вообще были на этой карте или нет я их не заметил или или что вот забывчивость пожалуйста у меня есть забывчивость вообще не не факт а антикваров книги обязательно должна быть забывчивость как вы понимаете тоже драконов отстроили неплохо неплохо короний или корониус как его в здешнем изложении обозначили слушайте будем биться с ним ну я бы не сказал что эти битвы такие интересные да когда у тебя вампиры наверное не будем здесь кто коррелион все свои кончились заемные пошли войска так ну и по-моему кто-то бежал вот сюда это значит что он попытается выскочить вот здесь да то есть нам нужно уйдсуак защитить так сказать подпереть все два героя осталось вот так да вот так мы делаем и прекрасно себя чувствуем в этой связи но тут сбор ресурсов безусловно очень важно и полезное занятие так и мы можем на самом деле ехать покачаться там до забрать вот эти повышалки все вот тут еще тут еще и знание и атака то есть тут прям полный комплект плюс мы можем преспокойно выполнить квест главное не упустить момент когда золото чтобы там не думал индийский раджа станет слишком много такой все таки бывает так мы можем где-нибудь еще чуть-чуть какую-нибудь вышечку до запилить ну тут вообще конечно нет ничего мы можем начать строить хотя бы надо же что-то делать так а плюс 1-1 там вон атака защита там мы не посещали так стоять стоять смысле ты бежишь и угрожаешь нашему главному городу опять у фритин вы посмотрите вот он мне никогда не нравился теперь я точно понимаю почему так происходило почему этот коренастый бородатый гном мне никогда не был симпатишен ну в общем в общем да в общем уже уже не имеет смысла здесь что-то выкруживать побеждаем и побеждаем так высох да и мы там сейчас допрыгаем сейчас мы быстренько уже все сделаем так здесь мы продолжаем стоп 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 где мы продолжаем то вот здесь вот здесь мы продолжаем строить вышку нам опять-таки не хватает ресурсов, мы такие все спокойно, у нас все есть выбираю любое все оплачу, вот это вот все так, как-нибудь вот так так, деревяхи, да, деревяхи-то не копятся ну и сейчас купим, сейчас за деньги купим, опять аерес аерес, ну это уже будет такой безнадежный штурм пусть штурмует, я думаю можно вот прям вот так оставить и ведомину сюда, на тебя аерес штурмуй и не отвлекаться на него, так на тебя значит не отвлекаемся вышку четвертого уровня, и что, мы квест же хотели сдать, да, правильно правильно, вот и давайте этим мы и займемся 4 дд можно делать, друзья мои, 4 какая красота да, взяли пол карты пропрыгали, а че нет че бы и нет, подумаешь ну да, ведомин уверенно побеждает полагаю, что тоже тут смотреть не на что розовый покинул нас хорошо так, и нам нужно и нам нужно дерево вот ну что, смотрим что произойдет после этого мы покупали, покупали дерево, покупали, покупали дерево, нам привезли его, нам говорят ну 50 тысяч вам накинем слушайте вот это клевый троллинг от разработчиков прям мне понравился прекрасно я отвезу это дерево в туннель в самое ближайшее время мы восстановим туннель о, чуть не забыл во время рытья туннеля мы обнаружили золотую жилу стоимость 50 тысяч золотых согласно нашему договору все, что мы найдем при строительстве туннеля принадлежит вам дурачок какой-то попался да, мог бы себе оставить Сандро бы вообще не в курсе дела был так, ладно здесь забрали на самом деле мы не очень понимаем чего тут еще да ну на самом деле вряд ли там что-то такое супер пупер важное я вот хочу сделать и забрать то, что я вижу из того, что еще осталось на карте да, да я же правильно помню правильно тут мы не были хорошо и того нам надо чуть-чуть подождать змей зачем ты взял зачем я их взял друзья мои вы не знаете я что-то думал они хотят догнать ли их у меня спрашивают а они присоединяться хотели так, вот еще золотоносные шахты еще вампирничек был о добрый вечер добрый вечер плюс знания ну я полагаю можно просто заканчивать эту миссию все мы открыли тут еще кусок да ну давайте форест глене мы еще пошурудим точнее из форест глена один денечек для этого нам надо наверное сделать чтобы да чуть-чуть денег потратить иначе сейчас все закончится Сандро какой ты стал богатый ты посмотри просто будем по привычке покупать дрова по привычке так и кстати нам же надо достроить вышку то и тут вот сейчас будет элементаль смотрите ну кто ищет тот должен выходить да земляной элементаль так и есть кстати говоря армагеддон у нас не было нормально так поработали построили да это дело в общем ничего интересного карту мы открыли практически полностью на 90 там если не брать то это вот водный кусок да который над озером да процентов на 98 поэтому я считаю что моя миссия в этом смысле выполнена со всех сторон здесь учим все что можно выучить и просто спокойно пропускаем ход и требуем признания нашей победы поздравляем вы поместили в свою сокровищницу более 100 тысяч золота победа осталась за вами ну и отлично друзья мои две миссии из 4 сотовской компании остались позади ну хочется верить если честно робкую какую-то надежду я питаю действительно она робкая что дальше будет какой-то челлендж какой-то вызов просто Сандро уже прокачался у него есть все необходимые заклинания и даже больше и прям что-то здесь должно быть у меня кстати моя надежда знаете на чем может зиждется на том что в комментариях мне писали про то что миссии будут не то чтобы сложные но такие достаточно запутанные ну может быть какой-то все-таки интерес вызов челлендж мы там и найдем но в любом случае всегда интересно узнать лорную составляющую это то чего у нас с вами никто и никогда не отнимет просто не сумеет за сим позвольте откланяться это был антиквар жду от вас комментариев оставляйте обратную связь делитесь эмоциями впечатлениями хорошим настроением улыбками позитивом вот этим вот всем огромное спасибо спонсорам канала за поддержку всем удачи и до встречи пока Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...